Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Мы сегодня поговорим с вами про страхи и про бесстрашие. И начать мне хотелось со старого-старого советского анекдота, который звучал так. Рабы Древнего Рима восстали под лозунгом «Да здравствует феодализм!» «Светлое будущее всего человечества». Я хочу сказать, что тут может быть объяснение какое-то надо. Дело в том, что изучавшаяся при большевиках концепция общественного развития состояла в том, что общество переходит из одной социально-экономической формации в другую. В частности, от феодализма к капитализму, социализм, коммунизм. Вот коммунизм – это есть светлое будущее всего человечества. Но в данном случае шутка состояла в том, что для рабов Древнего Рима светлым будущим всего человечества был феодализм. Они тогда не знали про капитализм, социализм, коммунизм и так далее. Вот они как бы стремились в следующую формацию, где не рабство, а только феодализм. В общем, такая вот была шуточка. Давайте я, может быть, переведу камеру на улицу, а то у меня темно, наверное, в салоне. Будем смотреть на улицу, так вам, наверное, веселее. Значит, что получается? Страх вообще в жизни человека имеет колоссальное значение. Реальный страх или, может быть, нереальный страх. Знаете, как бывает, запугали человека, там ничего не было. А тут наш... Но это для него как бы становится реальностью. Вот это его страх. Соответственно, страх влияет на его поведение. Я не говорю про страх, когда тебе пистолет к виску приставили или ножик там в живот. Понимаете, это совершенно другой страх. Физические животные, которые парализуют. Это не об этом речь. Речь идет о страхе. У нас много страхов, правда? То есть мы рождаемся вроде без страха. А потом на нас этот страх откуда-то наваливается. Ну, начиная от осознавания. Когда вы начинаете сами себя осознавать, да, значит, появляется страх смерти, например. Совершенно естественный. Он не от общества. А от общества у нас страх, что нас могут обсмеять, нас могут не принять, вытолкать. Мы можем, допустим, я не знаю, вот хочется создать семью, а вдруг, а вдруг никогда у меня не будет семьи, вдруг никогда не будет детей, вдруг я никогда не стану ничем профессиональным. Вдруг вот и пошли, пошли, пошли страхи. И зависит от того, в какой семье вы выросли. Конечно, на вас могли нагнать больше страхов, могли, наоборот, вырасти в такой обстановке, где все вокруг говорят, давай, ты все можешь. Понимаете, это гораздо лучше, чем, например, когда говорят, куда ты лезешь вообще, ты кто такой? Тут можно вообще и помолчать было бы, когда взрослые тут рядом или там умные люди собрались, аксакалы. В общем, очень многие люди никогда не сделали ничего в своей жизни, потому что у них был страх. Вот этого вот, вот обсмеют, не получится, это неудача. Как многих людей страх неудачи отвратил от того, чтобы быть удачливыми, успешными и так далее. И мы все как бы в страхах, понимаете? Значит, вопрос в том, что одни люди больше в страхах, другие меньше. Да. Вот к чему я это все клоню, и при чем тут Древний Рим там со всеми делами? Дело в том, что самым сильным действием против страха является более сильный страх. Как интересно, правда? Безусловно, от страха можно избавиться логическим путем. Если человек знает, чего он конкретно боится, вот, допустим, у меня часто, да, человек там резюме сделали, все, а он боится идти на рынок. Я ему говорю, а чего ты боишься? Вот, а вот говорят там, вся работа в Индию ушла. А вот говорят, что там, если ты не знаешь там Java или там Python, то уже и работы такой нет, сейчас всюду требуется. Или он говорит, а вдруг меня спросят там чего-то, а я не знаю. Знаете, тогда можно поговорить. То есть мы можем сесть, поговорить, и логически, логически это все можно так потихонечку развеять. Да. По всякой случае тут есть как бы, есть пространство для логического. А бывает такое смутное, знаете, там логика не подходит. Вот страшно, и все. И тогда вступает в действие страх более сильный. Если человек хочет избавиться от страха, значит, он должен спросить себя, а где? Где есть более сильный страх, сосредоточившись на котором, вот это все покажется совершеннейшей ерундой. Вот, например, человек боится что-то делать. Он боится там, скажем, переезжать. Он боится потерять то, что у него там есть какую-то, я не знаю, там работу. Если он пойдет куда-то учиться, и там что-то снова начнет. И так далее. Много-много всякого. Но вот у него есть нелюбимая работа, но она его кормит. Казалось бы, надо там искать любимую, но дальше страх. Значит, есть другой страх, более страшный страх. Это страх несоответствия высокому предназначению человека. Если мы говорим, что нет, ну, одним из, так сказать, наименований высокого, там будет, скажем, религиозное понимание Бога, там, да, вот есть Бог. Это может быть не религиозный человек, но тем не менее, такие вещи, как, скажем, предназначение, да, судьба, там, я не знаю, миссия. Для чего-то же он появился на свет. Значит, даже должно было быть что-то такое, высшая цель какая-то должна быть. Но удобно это все Богом назвать, так как бы, да, поскольку все равно это туда сходится, все в одно место. Так вот, есть нечто большее, чем ты сам. И когда ты понимаешь, что есть нечто большее, чем ты сам, тогда возникает другой страх. Страх не такой физический еще, как бы мне за это чего не было, вот такого, знаете, побьют или там током ударят. Нет. Но возникает страх не соответствовать высокому какому-то предназначению. Не состояться. Ты пришел сюда на этот свет, чтобы состояться, и не состоялся. Это гораздо страшнее. И мы видим из, ну как, из жизненных примеров много, когда люди имели какое-то высокое такое, вот, в своем понимании. Это может быть очень разным. Высокое может быть очень разным. Да, значит, в церкви вам скажут, что это Бог. Например, допустим, в институте марксизма и ленинизма вам скажут, что это, значит, освобождение всего человечества от бремени капитализма и эксплуатации человека человеком. Может быть, какие-нибудь там исламские экстремисты вам скажут, что еще какая-то есть высокая цель там. Я не разбираюсь, поэтому не говорю. Да, и вот дальше получается, что когда у людей есть какая-то вот такая цель, ну очень высокая, то другие страхи, а можно так сказать, другие тормоза, у них начинают соскакивать. Когда-то ради высокой цели спасения гроба Господня, четыре крестовых похода разрушили четыре раза Европу, просто снесли в Дребадан. Высокая же цель, там уже щепки летят, понимаете, лес рубят. Щепки, кого щепки интересуют, когда лес, когда строевой, когда древесина, ну кого щепки могут интересовать? Высокая цель, она оправдывает самые низкие, низменные средства, потому что это уже не важно. Конечно, страшно вот брать и людей убивать, это страшно. Ну если только не совсем животное, вот такой человек животное бывает, он человеческого нет. Но вот в принципе, вот который не был животным, который был, там у станка стоял, там землю обрабатывал, там я не знаю что там, торговал. И вдруг ему раз там, одели мундир, шинелку, винтовку и в бой, и вот он идет. И страшно убивать. Понимаете, но если он идейно, если он идейно, так сказать, возвысился вот туда, это уже не так страшно, потому что есть высокая цель, и она оправдывает. Если у него такой высокой цели нет, то он может дезертировать, например. Человеку, у которого есть высокая цель, не будет дезертировать. Он даже и в плен, может быть, не очень сдастся, потому что цель высокая. Его вдохновило учение Ленина, Сталина, его вдохновило идеалы, национал-социализма. Не знаю, что там у него было. Ну, поэтому страшны вот эти идейные. Потому что идеи, чем выше идеи, тем меньше интересуют средства. Цель оправдывает средства. Абсолютно, посмотрите на фашистов. Их цели оправдывали средства. Посмотрите на коммунистов, на инквизиторов. А что такое? Ну, сожгли там на костре. Ну, там, в котел кипящий опускали так медленно, знаете, чтобы... Ну, чтобы другим не повадно было. Это же не то, что там садисты. Нет, это высокая цель. Высокая цель. Еретики. Понимаешь, их же не просто так, это же еретики. Вот. Поэтому высокая цель – справедливость. И они же знают, они же знают, как правильно. Но мы на самом деле не в политическом сейчас аспекте хотим на это посмотреть. А мы хотим в личностном. В личностном. Я так начал, как бы, так, широким замахом. Я-то все хотел это свести к личностному. К тому, что мы с вами связаны страхами. И это абсолютно естественно. И есть такие страхи, которые мы можем сформулировать. Вот возьмите бумажку и напишите три страха, которые у вас есть. Это сложно. Это вы... Если вы сможете это сделать, вы уже попали в довольно узкий класс людей, которые осознанно могут сказать, что они боятся. Тогда уже можно с этим работать. Это уже проще. А в основном страхи-то они скрыты. Больше того, люди боятся признаться себе в этом, что у него есть такой страх. Поэтому, значит, из-за страха парализована наша воля. Мы не можем делать того, что могли бы. Хуже того, мы не можем делать иногда того, что должны бы. И все равно не делаем. Поэтому я просто каждый день это вижу. Я каждый день вижу людей, которые... Как сказать, друг на них нашел страх. Вот он учился, не было страха. На интерншип пошел, не было страха. Пришел с интерншипа. Вот мы резюме делаем, а он уже боится. Он уже боится. Вот я вчера с девочкой разговаривал. Она прошла интервью на практику, а потом решила не идти. Потом прошла неделя, и она говорит, нет, я все-таки хочу пойти. Можно мне все-таки пойти? А интерншип там бесплатный. А у нее пока нет разрешения на работу. Она думала, что вот сейчас будет. И, в общем, я говорю, давайте я туда пойду, говорит она. Потом где-нибудь там через три месяца будет разрешение на работу. А тогда я пойду на... А после это я пойду еще на платный интерншип. Я говорю, ну помилуй. Смысл интерншипа в том, чтобы работу искать. Зачем тебе два интерншипа-то? Или 22 тебе зачем? Он говорит, а вдруг меня там оставят? На бесплатном меня не оставят. На бесплатных оставляют не хуже, чем на платных, кстати. Но дело не в этом. Ты не идешь на интерншип, чтобы тебя там оставили. Я на первом уроке всем говорю, ребята, если вы хотите, чтобы вас там оставили, это то, как говорит о том, что у вас страх. У вас внутри гниль сидит. Гнать надо эту гниль. Гораздо страшнее, если вы не научитесь находить работу в тот момент, когда вам нужна работа. Вот это страшно. Не страшно пойти на рынок. Понимаете? Почему надо пойти на рынок? Почему, если тебя даже оставили где-то, это далеко не такое большое счастье, как может показаться? Потому что, я уж не говорю о том, чтобы хотеть этого специально, это вообще уже совсем плохо. Но, допустим, тебя даже оставили. Я видел людей, которые вот так пошли на практику, потом их там оставили, потом проходит 5 лет. 5 лет. Она там проработала 5 лет, она приходит. И слезы. Вот прямо за 2 секунды мне плечо левое своими слезами обмочило. И говорит, если вы меня снова не устроите куда-нибудь, говорит она, я уже тогда больше никогда не буду работать по этой профессии. Я не смогу больше найти работу. 5 лет человек проработал, слезы текут. Она никогда в жизни работу не нашла сама. Ее за руку отвели. Это очень неважный такой подход к жизни. Но, понимаете, у нее страх, у нее страх, что она никогда больше не сможет найти работу. А что ж ты не пошла и не научилась это делать? Потому что тогда у тебя был страх. Другой, у тебя был страх, как же я пойду на рынок, как же я, а вдруг меня не возьмут, а вдруг кто, а вдруг все. И вот прошло 5 лет, и, казалось бы, человек с чемпионскими наклонностями должен сейчас пойти за неделю 3 оффера получить. Нет, нет, снова страх. Так вот, как бороться со страхом? То есть, например, вы знаете, что-то надо, да, и страшно. И вы спрашиваете себя, вы спрашиваете себя о том, какой у вас страх есть еще больше этого. Это тоже связано там с зоной комфорта, да, мы понимаем. Когда человек в зоне комфорта, ему вроде так не так страшно, вот он там сидит, ему там как-то так тихенько, вот. Значит, но страшно выйти там за пределы зоны комфорта, да, правда. Но еще страшнее в ней остаться. В тысячу раз страшнее остаться в зоне комфорта, чем выйти из нее, сделать то, что надо, расширить зону комфорта, и чтобы она стала больше. Это значит, что мы развиваемся. Поэтому, значит, конечно, конечно, очень сильный инструмент состоит в том, чтобы спросить себя, какое мое предназначение в этой жизни, да, для чего я на этом свете. И это, безусловно, поможет бороться с какими-то страхами, конкретными предметами. Я думаю, что это больше относится к страхам, там, вот, иммиграции, например, там, вот такое, да. Я вспоминаю, когда мы тут разбирали, как катаются сыром в масле айтишники в городе Харькове, которым нет смысла ехать в США по рабочей визе, потому что им тут маловато платят по сравнению с тем сыром, маслом, там, я не знаю, что там, шампунем, который им бесплатно выдают в городе Харькове. Понимаете, им страшно оторваться, а через 10 лет оставаться вот там, а не тут, тебе не страшно? А когда пенсия твоя подойдет, тебе не страшно? А дети твои в чем вырастут, тебе не страшно? А что тебе вот, это самое, там, квартиру может купить? Ты в Донецке купи на эти деньги 4 квартиры. Тебе не страшно, что завтра ты оказываешься еще в одном Донецке с другим названием? Это тебе не страшно? Понимаете? Поэтому борьба со страхом состоит в том, эффективная борьба со страхом состоит в том, чтобы поставить рядом два страха. Не спрятать один, который говорит, я сейчас, вот оно там, потом куда-то, где-то там, я не знаю что, я сейчас об этом не думаю. Ну, конечно, можно, самое, голову-то под крыло. Что же это? Мы знаем отлично. А есть такие, что голову в землю закапывают, и такие тоже есть. Но давайте мы так себя спросим, и когда мы увидим страх один и страх другой, значит, окажется, что тот страх бездействия по последствиям своим намного кошмарнее, чем вот страх действия, но сегодня. Понимаете? Конечно, то, что это бездействие будет бедой завтра, это завтра. Завтра-завтра не сегодня. Но если человек разумный, да, если он как бы ответственный там и так далее, то я думаю, вот есть ему смысл вот так на вещи посмотреть. И давайте тост какой-нибудь я вам скажу в заключении. Тут у меня темно, наверное. А, давайте я дверь автомобиля открою. Там лампочка загорится какая-то. Нет, есть лампочка. Да, может быть так светлее будет. Значит. Друзья, давайте мы с вами выпьем за то. Или не надо выпьем там молодежь. Давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы наши страхи были мелкими. И мы их ради высоких целей отбрасывали и шли бы к этим высоким целям. Имеется в виду к хорошим высоким целям, а не к всяким там пакостным, злобным. И, к сожалению, их тоже много. И мы не об этом. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.